Привет всем! Сегодня с вами канал InDubai. Мы из Дубая говорим с вами и тема нашей сегодняшней передачи Общественный транспорт. И начать я хочу с описания метро. Во-первых, чем удивительно дубайское метро? То, что оно очень чистое. Когда заходишь в первый раз, это действительно как чудо света. Здесь удивительные эскалаторы, здесь оно такого времени, оно все в кондиционерах. Как вы можете заметить, здесь находится шейк-зейтро, дорога. Если вам нужно перебраться на другую часть шейк-зейтро, то вы можете запросто перейти через станцию метро. Нигде нет ни блинки. Смотрите, потрясающе. В Дубая есть две линии метро. Это красное линии метро и сленое линии метро. Как вы можете увидеть, красное линии метро идет полностью по шейк-зейтро. Зеленая ветка метро проходит в Вар-Дубае и в Дейли в основном. Также вы можете увидеть две станции метро, где ветки пересекаются от Июнион и Бурджуман. На этих станциях метро вы можете пересесть на другую ветку. Итак, как производится оплата проезда? На самом деле оплата производится вот такой вот карточкой, которая называется No Car. Их бывает несколько видов. Итак, вы купили карточку, прокатились несколько раз и деньги у вас на ней закончились. Что делать? Подходите вот к такому терминалу, написано тикет. Он находится на любой станции метро. Просто берете свою карточку, кладете ее вот сюда. Трогаете экран для продолжения. Выбираете карт топ-ап. Выбираете сумму, которую хотите. У меня это 20 дирхам. И получается вот сейчас. Вот терминал просит денежку. Вот. Эту денежку он съел. И вот мы видим уже все. Все готово. Просто забираете карточку. Еще есть чек, который можно его найти. Но никто его обычно не берет. Вот мы пополнили. 20 дирхам. Итак, наши драгоценные карточки здесь. Я не знаю, какая она у вас серебряная или золотая. Что делаем? Походим через турникет. Кажется прикладка. Теперь выбираем управление, когда мы поедем. Вообще, метро очень удобное, когда нет народу. Но такое бывает очень-очень редко. Порой это витком забитые вагоны. Но, тем не менее, метро отличается от московского. Потому что здесь люди доброжелательные. И они никогда не будут толкаться, ругаться и материться. Это очень приятно. Очень выглядит все современно, красиво. Также можно увидеть такую табличку. Через сколько минут приедет следующий поезд. Вот видите, next train через 4 минуты. Подъезжаем, подъезжаем. Вы можете слышать как-то. Но говорят, что скоро он подъедет по психологии. Отличительная особенность то, что это другое без водителя. Действительно удивительно. Мы как-то без водителя, без кондукторов. Без злых, агрессивных людей. Пойдемте? Небольшая экскурсия. Я думаю, что народ будет вновь. Мы выбрали самый последний вагон. В котором мы можем увидеть всю вот эту красоту. Также здесь есть как надземная метро, так и подземная метро тоже. То есть, сейчас мы находимся в современной части города. И вы можете увидеть, что кроме того, если вы отправитесь в старый город, в Мадейро, то вы будете везти в себя. Я хочу вам предложить полюбоваться видом. Очень красивый вид. Очень красивые здания. В Дубае очень много думают о людях-инвалидах. Даже если вы посмотрите на пол, то вы увидите, что для людей незрячих здесь можно ориентироваться вот этим выпуском места. Также в вагонах есть специальные инвалиды. Помимо экскалаторов также есть лифт. Пойдемте? Мы заходим в лифт, видим кнопочки. Нам нужно спуститься. Нажимаем C и поехали. Вообще Дубай город для ленивых. Хоть здесь есть веселки, но никто по ним не ходит. И так, следующий популярный вид транспорта это такси. Такси здесь довольно недорого и очень удобно для перемещения. Такси, тут есть несколько фирм. Отличить их вы можете по цвету крыши. В основном это Toyota Camry. Да, у нас в России это считается крутая и классная машина. Здесь это машина таксиста. Что я могу вам рекомендовать? Если вам нужно такси, не надо вызывать его. Просто ловите на улице. Их проезжает огромное количество. Вы сэкономите деньги, потому что счетчик начинает стартовать с трех дырка. А если вы вызываете такси, по телефону, например, вы позвонили, тогда счетчик будет стартовать с десяти дырка. Где поймать машину? Машину лучше ловить возле станции метро, возле торговых центров, возле отелей. И еще есть небольшой нюанс. Очень сложно поймать машину в период с четырех до пяти. Потому что в этот момент у них происходит пересменка. С четырех до пяти утра и с четырех до пяти вечера. Поэтому, если вы планируете свою поездку, постарайтесь учесть этот прорушек времени. В это время машину в такси поймать очень сложно. Таксисты будут просто проезжать и вот с таким жестом. Нет, нет, нет. Я заканчиваю свой рабочий день теперь. Еще я должна вам рассказать о таком виде транспорта, как автобус. Мне очень жаль, что мы не смогли записать наше путешествие в автобусе. У нас в России они довольно популярны, а здесь их не так много. Особенность то, что вы можете использовать ту же карточку, что и в минуту. Когда вы уходите на автобусе, вы клавите, прикладываете ее к транчику и у вас снимается денежка. Автобусов немного, но есть прекрасная возможность спрятаться от воды в кондиционированных остановках. Ну, также есть остановки без кондиционирования. Все-таки общественный транспорт здесь неплохо. Здесь чисто, аккуратно, люди очень добрые, никто тебя не толкнет, не обзовет. Конечно, для меня бы я пропла бы ездить на машине, но общественный транспорт по мне тоже хороший. А еще помимо автобусов, метро, такси, совсем скоро в Дубае появится трамвай. И вот вы можете увидеть, сейчас идет строительство. На этом трамвае вы сможете попасть на Дубай Марину или на GBR. Вот здесь уже положили рейсы. Я думаю, что совсем скоро мы увидим еще одно новое чудо света в Дубае. На этом я хочу завершить наше видео. Всех приглашаю подписаться на наш канал in Dubai. И вы увидите следующее видео в следующем субботу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok